Расскажите, раз вас женщин много смотрят, значит, у вас вообще такой канал для девочек. Вот с точки зрения мужского внимания в Америке как вообще? Вот я, например, помню, у меня тут одна есть девушка, она, ну, ну, как бы сказать, такая полненькая, так она жаловалась, например, что в Москве, она когда в общественном транспорте, вот там где-то и давка идет, ее просто общупывали, и говорят, что я... И худых тоже общупывали там. А, в этом смысле, я думал, что... Я с мужем ехала, и то общупывать успевали в транспорте общественном, да? На Украине там где-то? Да, наверное. Ё-моё, а вы откуда сами? Из Москвы. А, ну да. Земляки, я никогда, я, поскольку сам никогда никого не общупывал, я так с интересом... Ну, подождите, значит, давайте мы, это самое, тут-то как? Вот с точки зрения внимания и манерности, ну, вот, допустим, тут не могут ущипнуть или там хлопнуть или там... Нет, не могут. А могут как-то неделикатно подкатиться, скажем, типа, ну, а вообще подкатываются хоть как-то? Ну, вообще подкатываются. И есть такое, да? Бывает. Именно американцы или русские? Я не могу сказать, что у меня прям так много общения с американцами. Да. То есть русские подкатываются? Ну, всякие подкатываются. Ну, но это культурно происходит? Да. То есть не обижают? Нет. А там, как было, в Москве? Меня тоже в Москве никто не обижал. И в Москве. Но тоже культурно подкатываются. Я могу сказать немножко по-другому, что какой-то общий вид на мужчин со стороны женщин сравнительно Москва и здесь. Я бы сказала, что здесь мужчины более расположены к отношениям, в принципе, с женщинами. То есть они более ориентированы на отношения. Если в Москве они больше ориентированы на разовое развлечение, здесь они больше ориентированы на отношения. То есть не обязательно разовое, но ограниченное вот этими отношениями. Да. То есть здесь им как бы душевного общения подавали. Да. И в Москве, конечно, мужчины более сбалованные. То есть здесь они менее сбалованы. А чем? Количеством красивых женщин. То есть в Москве очень много, и вообще в России очень много, гораздо больше на единицу мужчины. То есть на одного мужчину, как мне кажется, приходится гораздо больше таких женщин, которые готовы... На все. Ну да. А здесь меньше таких женщин. Хорошо. А здесь они по машинам и их не видно. Может быть, да, их не видно, но как-то вот мужчины менее сбалованные, на мой взгляд, здесь. А сильно жмотистые? Нет. Здесь очень щедрые мужчины. Да. То есть вы рекомендуете девчонкам там замуж в Америку? Я сейчас скажу, Миш, я скажу, я рекомендую, а потом скажу, вот она рекомендовала, мне тут пишут, знаете, что? Мы приехали в Америку, Ир, нам срочно помоги. Я приехала в Америку чуть ли не там с мужем и 500 долларов в кармане или с ребенком. Материально помоги или чем? Что нам делать? Мы не можем снять жилье. Или что нам делать? Мы тут живем в гостинице, нас выгоняют, нам нужно снять. А у нас вот мало денег, но мы хотим снять, но не за 1000 долларов, конечно, но долларов за 500. Как-то жить нам надо. Ну или какие-то такие? Ну, надо сказать, что у нас таких нет. 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 У меня обычно спрашивают заранее. Вот я хочу приехать, оцените план. Допустим, вот я хочу приехать, снять квартиру, ну не больше 500, там еще чего-то. Или я хочу в приличном месте, чтобы вокруг одни белые, и чтобы отдельно, без румейтов, но недорого там, допустим, и так далее. То есть такое, ну это как перспектива, как вот на будущее рассматривают люди вопрос. Ну чтобы сказать, я сегодня приехал, пришлите мне 200 долларов, такого нет? Нет, ну не-не-не, не то, что пришлите, а просто там что-то, а что нам делать, а вот мы приехали, а дальше как? А вы что дальше делаете? Вы же приехали, а вы что дальше делаете? Ты же считывала, ты же считывала свои деньги из Москвы. Нет, ну на самом деле, они, наверное, что-то у них было на уме, но может они думали, сейчас играем в казино и будем жить на эти деньги. Или девочка приезжает, пишет, вот, а где тут мужчины, я вот приехала, мне вот надо как-то с кем-то общаться. Да, полная улица, выходи, да. А как ты языка-то не знаешь? А-а-а, ну да, в бар-то надо идти, там если выпил уже языковый барьер подойдет. Ну, то, что Флорида Ялта с Наташей посоветовали, они говорят, у нас есть определенные бары, где хорошие, интеллигентные мужчины собираются, вы подходите, начинаете, там что-нибудь закажете себе выпить, ну, таким хорошим русским акцентом, что-нибудь попросите, сразу, говорит, вас длинками начнут угощать и... И что? Знакомиться. А как же знакомиться, если не говорят? Ну, я рассказываю, как у них на видео было. Понял. Ну, хорошо. Да, да, вот, жалко, нету здесь, Людмилы-то, она бы добавила. А, все думали, что мы втроем с вами будем собираться. А третий кто? Оля. Соли, да. А я, кстати, да, я тоже думал, было бы неплохо. А ей далеко сюда, да? Она уехала сейчас, ей муж подарил билет. Хорошо. А ей далеко до нас? Два часа, Петалума. Петалума. Ну, не два часа, но ребята. Сейчас от Сан-Франциско, а ей до Сан-Франциско еще тоже. Неужели два часа? Ну, плюс-минус я ехала от Сан-Хосе, ехала до нее. Петалума, это очень историческое место, если вы знаете. Это очень красивое место, да. Дело не в этом. Там получилась такая история. Петалума занимает некоторое место такое в истории перемещения евреев в Америку. Значит, в середине XIX века в Германии евреи жили в чудовищных условиях. Там были гетто, настоящие очень плохие были условия. И вот началась эмиграция. И они сюда приезжали. И вот, в частности, освоили Сан-Франциско. Такое было место. Вот, скажем, Леви Страус, который там Джинни Скишилл, один из тех ребят. И прошло какое-то время, они разбогатели, и так состоялись, и все было путем. И вдруг вот пошла эмиграция из Восточной Европы. Ну, то есть, там Польша, Румыния, Украина, Россия. А эти уже состоявшиеся, эти уже с деньгами. У них там весь Сан-Франциско, так сказать, все схвачено. И тут приезжают какие-то вот такие, ну, второсортные. Такие немножко и перепахивают, не такие помытые. И как-то они вообще, ну, и вроде отказать неудобно. Так, не помочь нельзя. И они такие очень чередов были. Они жертвовали много благотворительности, традиция такая была. Ну, тут как-то, ну, рядом с собой же не поселишь. Их селили в Петалому. Э-э-э, вот туда, там, вот туда. А потом уже те освоились. И Петалому стала таким очень неплохим местечком, и, в общем, довольно зажиточным, там, и так далее. Хотя, я не знаю, что там в последние годы происходят. Аутлеты там есть? Да. Нет, ну, аутлеты, это понятно. Да. Так вы были бы аутлете или только у Ольги? Ну, у Оли мы были, там с ней по городу немножко проездили. Мы покатались, посидели, поболтали, чеку попили. Так, я чувствую как-то намек. А в Берлине, говорит, там, кушают, когда, говорит, там нет, они все. Может, нам по пирожному с кофейком? Хорошая идея. Ну, можем. А который час? Пять часов. Пять часов. Мы можем попробовать. Вот, значит, хорошо, значит, давайте мы про Олю-то. А Оля-то, она хочет к нам сюда? Хочет, хочет. Встретиться. Слушайте, я из комментариев под ваше видео понял, что Оля, как бы у нее не очень зарабатывает денег, и, может быть, даже по-английски не рубит. Оля, а что она не рубит? Я не знаю. Нормально. Нормально рубит. А Аля как-то сомневается. Не очень? Не очень. А муж американец? Ну, а как можно с американским мужем жить и не рубить? Она, во-первых, учится на английский. Ну, я думаю, что это достаточно. Так, может, мы ее в тестеры забросим? Она не хочет. А, не хочет она? Я не знаю, я не знаю. А почему не хочет? Ну, она в первых ее видела, она сказала, что вообще-то хорошо бы. А сейчас она нашла свою нишу, ей это нравится. А что делать? Да, у нее магазин, она же... Онлайн-вый. Да, она что-то делает с магазинами. То есть сейчас она довольна тем, чем она занимается, и как бы пока что... У нее там задумки свои коммерческие с магазинами совсем-таки. Ну, хорошо. Ну, судя по тому, как она быстро научилась этим видео, она, может быть, и в тестировочек у нее пошло. Она очень талантливая девочка, умная и классная. Почему, вот скажите мне, почему такая дикая ненависть вот к ней, вот в этих комментариях под ваше видео... А почему ненависть? Жуткая. Ну, потому что... Ну, кто-то написал какую-то ерунду. Нет, столько гадостей. И про меня тоже пишут. Ну, про вас. А, а ты ж, Антон, про то, что вот говорят, Михаил, он-то вот отвечает, когда мы ему пишем, а она не отвечает. А, она не отвечает, потому что... Она что-то, у нее нет времени, да, она учится. Она уже сказала мне на видео, что в комментариях она никому не отвечает, потому что она общается со всеми в ВКонтакте. Кто хочет с ней общаться, пожалуйста, общайтесь в ВКонтакте, у нее нет возможности отвечать в Ютубе всем. Вообще, на самом деле, это очень сложная проблема. Почему? Потому что есть там 6-7 основных источников, где люди что-то могут написать. Вот, например, мне пишут в Skype, во-первых, тут, да, в самом Ютубе, и в комментариях, и в личку. Но есть Facebook, люди какие-то пишут в Facebook, кто-то пишет ВКонтакте. Я в ВКонтакте так редко захожу. Я тоже очень не открыл, я только Радиоли открыл. И в Facebook у вас два места, свой аккаунт, и еще группа вот эта. Потом, значит, что еще есть? Ну да, много вариантов, куда написать. Кто, да, имейлом пишут. На форуме «Говорим в БУС» там пишут. Еще ваш. На нашем мало пишут. Залью нет? На Залью только там вопросы пишут, это то, что я хотел бы, чтобы туда писали. Говорят, куда написать вопросы? Там с 6 источников, там иногда я куда-то заберусь, а уже поздно. В смысле, уже человеку нужно было там в течение 2-3 дней что-то ответ получить. Поэтому вот на днях я там вот когда про девушку и море рассказывал вот вчера. И она говорит, что же вы все... Сегодня? Вчера было видео. Значит, и она говорит, что же вы всем отвечаете, а мне нет. Я говорю, боже, а где же она? Я, говорит, месяц уже жду. А я... Единственное место, куда можно написать, чтобы не потерялось 100%, это написать на форуме «Залифорг». Там есть место, где вопросы задают. Там точно не потеряются. А этот линк у вас где? Какой линк? Там где «Ибаут»? Вот где этот линк они могут найти? Или под каждым видео? Ну, просто «Залифорг». Ну, послушай. Хорошо. Но дальше самое плохое место для задания вопросов – это скайп. Потому что там за день 30 человек, 40-50, и оно уходит вниз, и концов не найти никаких. Ира, вот английский. Вы учили в школе. Откуда? Я так слышала, какие-то фразы звучали, что-то вы там читали. Вы так как бы легко, спокойно, я так понимаю, вы общаетесь, да? То есть у вас английский не служит препятствием. Ну, естественно, я не говорю о «Real Estate». Ну, о «Real Estate» я сейчас пошла очень давно. Там же, да, там терминология, это трудно. А можно получать лайсенс еще не будучи легализованный или вы уже легализовались? А научиться. Еще и в процессе пока. В процессе легализации. Так, а вы как бы вот отправили документы, так сказать, по инстанциям, как давно? Отправил в сентябре, в середине сентября. То есть уже вот-вот вам письмо не пришло еще там, нет? А, то вот я сегодня с кем-то разговаривал, уже там пришло письмо, это значит, что там, ну, буквально еще там пара недель. Понятно. А, ну, там у вас уже другое место. Как уровень, мне кажется, неплохой, да? Английский, это потому что я стараюсь. Я все время использую каждую возможность, чтобы... А с кем с кем? С любыми людьми, кто говорит по-английски. Понял. Тут я хочу сказать, что вот есть методика. Был такой анекдот. Говорят, на радио звонит человек и говорит, как быть и стесняться сны на иностранном языке. Ему говорят, надо спать с переводчицей. Вот, поэтому, значит... Сами такой... Ну, нет, ну, я просто хочу сказать, что люди, которые действительно, вот, которые смешанные семьи, смешанные браки, они по идее должны здорово говорить, потому что они постоянно слышат речи. Ну, вот мне понравилось, она даже приводила пример, когда она купила телефон, и можно было там, по-моему, какие-то классы пойти, вот что-то по поводу телефона. С телефоном? То ли начальник какие-то... Что-то Apple давал, что-то такое. Да, 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 да. Я просто подумала, ты какие старые видео мои смотрела. В конце 19 века, если бы мы купили пишущую машинку, то к пишущим машинкам при магазинах были курсы машинописи. Ну, у меня приблизительно такая же история. Я купила компьютер Apple, и там давали в комплекте класс One to One, которого в России нет, а здесь есть One to One. Ты можешь ходить, и тебе там рассказывают, какие программы, как они работают. И мне очень понравилось, что она пошла и стала учить английский поэт. Пошел я на день рождения тут, ну, к знакомому. А он так лет на пять, на шесть постарше. Ну, не суть. Еще, короче, дочь его приехала. А дочь, ну, получается, что дочь, а я как бы следующий по возрасту. То есть ей, может, лет 35, а мне, не знаю, там было 54. Ну, короче, такая она девка крепкая и танцевать любит. Ну, и, короче, она меня схватила, и давай, что-то там какая-то музыка была латиноамериканская. Ну, я так, в общем, чувствую, как бы, музыку там. Это прыг-скок, а тут, значит, и как-то так мы прыгали, прыгали, и под конец я чувствую, надо так ее руку подставить, и чтобы она откинулась, знаешь. И я так пошел уже туда, а она хорошо танцует, она так чувствует, и она поняла, что я эту руку подставляю, и она туда пошла откидываться. И тут я думаю, блин, сейчас вступит в спину. Знаешь, она тебе крупная, такая прям увесистая. И думаю, сейчас как это, думаю, нафиг мне это все будет. И так как-то я засомневался в последний момент, и прямо на нее так и упал. Вот, и, в общем, неудобно получилось. Да, это хороший разговор. Да, как-то, знаешь, идешь, а потом думаешь, черт вы знаете. Так давай хоть девушка не упала. А, вы вместе. Нет, девушка упала, а я с вами. Значит, подсознание говорит, подставляй руку, а сознание говорит, что делаешь? Ну, не сразу, поэтому и упали. Ну, может, сейчас спина не болит, все нормально. Нет, нет, я же не держал. Вот, знаешь, так сейчас, возьмешься, держать, и все. Бывают неудобные ситуации. Вообще, Михаил, как вам вот удается вот в таком повышенном состоянии духа находиться, такой вот такой энергии блистать? Вы как и не болеете даже, мы никогда не слышали об этом. Не слышно. Я в Пасхе когда жил, так каждую зиму, там, пару-тройку раз, простужались. Но, во-первых, я сейчас все-таки на машине езжу. Во-вторых, мы каждый год переливку делаем. Окей, да. С утра, и с утра, в ночи, осенью. Откуда энергию берете? Бодрость. Бодрость. А всегда как-то бодрый был. Я никогда не копил, он не был. Я вот смотрю, вы как бы вот... Ты рождается? У вас только планы всегда, выходные. То есть, у нас как выходной пришел, так... Слушайте, у нас времени нет ни на что. Я обожаю активных людей. Они очень активные. Вот такая семья, как бы, просто позавидовать. За выходные могут вместо в три попасть куда-то, да? Четыре дача. Да-да-да, о чем речь. Но не хватает времени ни на что. Я скажу, что произошло. Когда дача появилась, и мы стали на выходные туда уезжать, мы катастрофически оказались в цветной. Просто нет времени ни на что. То есть, когда мы выходные были тут, и суббота, и воскресенье, то было проще. У меня же, на самом деле, еще и понедельник выходной. Но просто понедельник я все равно вечером прихожу, у меня то урок, то надо что-то. Я все равно прихожу, живу рядом 15 минут. Но не успеваешь. А вот всегда такой энергичный были? Так обычный, а что энергичный? Обычный. Я не знаю. Есть люди, квелы из детства, понимаешь? Есть люди шустрые там все время. Если никто сильно не портит настроение, это бывает. Часа на два могут испортить настроение. То дальше там ничего, все. То есть, моторчик, как бы кажется, надо. Понимаешь, так, у меня никогда не было, чтобы, допустим, было мало энергии, и потом я какую-то таблетку съел, и стало много. Такого не было. Поэтому я не могу сказать, что это от чего-то происходит. При том, что у меня есть какие-то саплименты там. И чтобы это тут не выпадало полностью. А вот какая работа? Можно принимать для этого? Неплохо действовать, да. Есть такой анекдот. Знаете, чувак, ну, с другим чуваком беседует и говорит, что ты знаешь, лечение проходило, потери памяти. Там нельзя. И говорит, это так, какие сейчас технологии, это настолько освежает, ты как заново рождаешься. Вот такое ощущение. Тот говорит, а где лечился, в каком госпитале? Он говорит, в каком госпитале. Я тебе скажу, знаешь, есть такой цветок, красивый, с шипами. Он говорит, роза. Точно. Он говорит, слышишь, роза, как назывался тот санаторий? Вот, поэтому есть там грибочки бразильские, сушеные, так, да. Вот, чтобы лучше помнить. Это как про Флориду Ятл, она написала. Она же там, наверное, там чего-нибудь такого пахнет, а потом ходит, ух ты, как хорошо, хорошо это все. Жена мной занимается, поэтому жена мне говорит, так, это тебе вот от этого, это тебе от этого, такой жменем баточной. А что еще, какие вы еще таланты скрываете? Ой, может быть, я готовлю, хорошо, да. Что именно, какие у вас любимые блюда? Да, вот. Я как раз про это хотела видео сделать. Лазанью вот мы тут научились делать с Мишей. Так, а вот в Москве чем баловали? Вот если, допустим, я вам скажу, вдруг вот у вас любимый человек, вот что бы вы ему сготовили? Ой, вот это вот задача. Нелюбимый – это следующий вопрос. А вот любимый. Вот любимый человек. Любимый. Да. В глаза посмотреть сначала, а потом… Нет, в глаза – это как ты подаешь. Смотришь в глаза. Да, да, да. Другой. Ну, чем бы ты его хотела накормить? Так, чтобы он на тебя вообще никогда не ушел. Подожди, Сошка, вопрос уже есть. Ой, сложный вопрос. Нет, чтобы не ушел – не надо. И чтобы… Нет, а чтобы быстрее ушел. А зачем уже отпускать? Нет, ну порадовать, хочет порадовать. Пойми правильно. Ну, это зависит от того, что он любит. Например, у меня в основном товарищи, они мясо все любят. А я вот не люблю, я не могу этим порадовать. Да. Так что сомнения интересны. Трудно жить. Так а вы хвазалий.